У нас сегодня открытый урок, то есть курсы дворстворческих инструментов, посвящен мониторанному кубернатизму при помощи Prometheus. Ответьте, пожалуйста, мне в чат, если видно, слышно. Я показал котика, но они мне сейчас там в другой комнате спят. У меня такая традиция показывать котиков на вебинаре. И у них такая традиция забегать на вебинаре. Так, отлично, все увижу. Давид спрашивает, видео можно потом посмотреть? Да, можно будет. У нас вообще есть канал на YouTube, я сам периодически на него захожу, если хочу что-то посмотреть интересное. Там, наверное, классный у нас канал. Там собраны эти, у меня там есть открытые уроки и другие открытые уроки. Есть их преподаватели по девопскурсу, не по девопскурсу, по темблицству и так далее. На YouTube-канале это Otus, онлайн образование. Очень рекомендую, лично. Так, окей. У нас, меня зовут, значит, Овсенников Игорь. Я допс-инженер в GFNIM. Всего у меня опыт в IT около, наверное, уже лет 7. Из них я уже два года как преподаю в Otus. Жил с примерно пятью, наверное, даже больше дистрибутивами Linux, от Ubuntu и Fedora, да, OpenSUSE и какие-нибудь Arch Linux по дистрибуре изводных. Вообще, в принципе, люблю всякое что-то новое экспериментировать и так далее. Так, это у нас вот так. У меня, соответственно, попадаю часть, в частности, попадаю мониторинг именно на курсе этого спартики инструмента в Otus. По правилам. Активно чатимся. Я вот чат чекаю, у меня он здесь на соседнем экране. Задаю, то есть, чем чаще, чем лучше даю, надо же ему там, ну, желательно, конечно же, по теме. Если хотите какой-то автопик устроить, то желательно уже после вебинара, когда будут там часть с вопросами, ну, то есть, в конце самом. Вот. Вопросы чекаю достаточно регулярно. Ну, вот сейчас вот прямо там еще новых что-то. Дмитрий спрашивает, а с российскими дистрами Linux пробовали? Броски, упаси, пока что до такого у меня жизнь не дошла. Не довела. Итак, мы сейчас познакомимся. Потом расскажу вам про Otus. Установим про Mythos и Blockbox. Потом разберемся с алертой микрофанной. Я вам представлю вам команду курсов. Вообще расскажу про наш курс замечательный. Какая у нас там программа. Какой-то будет бонус в виде карьерной информации. Дмитрий говорит, я сейчас как раз работаю на должности специалиста по мониторингу. Ну, здорово. Как раз. С вами земляки. Я не то чтобы вот, то есть, прямо вот по специализируюсь по мониторингу, но это то, что мне очень нравится. То есть, там я, например, сейчас экспериментирую активно на работе со стеком мониторинга логов на основе ClickHouse. Очень интересный подход, надо сказать. Там материалы есть в вью, вот все вот это вот с вектором еще. Ух. Так вот, да, Давиду представился. Вообще расскажите, вы еще вот другие 14 человек, получается, тут с нами. Как вас зовут? Какой у вас вообще опыт? И почему вы записались на занятия? Что вас интересует? Курс или просто вот эта тема? Да. Можно писать в чат, можно, ну, соответственно, в чат пишите, пожалуйста. Мне реально интересно. Познакомиться с мониторингом, в общем, пишет Андрей, и Вектор пишет. Просто интересно. Ага. Так, ну, тоже хорошая, собственно, мотивация, да. Познакомиться с мониторингом в целом. Ну, другое дело, что на самом деле у нас сейчас вот такой специализированный вебинар будет. Вот, познакомиться с... То есть, в общем и целом мы познакомимся с мониторингом как раз на курсе. У нас там есть модуль Fast Feedback Loop. Вот. Давид пишет, как вы сказали, прога, которую вы сказали, вы сейчас пользователь называется. Так, о какой эпохе шла речь у нас? Про Митриус? А, Кликхаус. Да, я говорю про калилогию с помощью Кликхаус. Собирать и Вектор. Вот, если вы об этом... Сейчас напишу в чат. Вот, я написал. Да. Так. Дмитрий, сисадмин, думаю прикрутить про Митриус, но пока не Кубер, а просто к инфраструктуре. Я сам вот начинал вот не с Кубер, я начинал как раз тоже с такой вот инфраструктуры, но тогда, когда я еще был сисадмином, был модный стек графита. Да, может быть, слышали о таком. Так. Александр пишет, интерес. Девелопер, 25 лет опыта. Снимаешь ляпу? Ладно. Так, я думаю, я не знаю, про что будет, вы будете писать или нет, но если напишите, представьте, еще другие люди. Будет тоже интересно, я отвечу. А пока расскажу про Отус. Мы специализируемся на обучении в IT. Наша фишка – это программы для специалистов с опытом. То есть у нас есть программа специалистов как для людей с опытом, так и людей без опыта. Есть там так называемые курсы специализации. Там, по тому же ДОПС у нас там что-то такое есть даже, то есть где мы учим с нуля. А также еще у нас есть образовательная лицензия. То есть можно получить, там, удостоверение повышения квалификации, так называемое, УПК. Также, или там диплом профессиональной переподготовки. И причем удостоверение там все вот это можно сделать, кстати говоря, с всякими плюшками, типа вот не просто вот, да, вот вы сдали этот курс, а вы сдали этот курс вот с таким-то процентом домашек. Ну, сделанных, я имею в виду. По желанию это все можете запросить у нас. Там налоговый вычет, коммерческое предложение. Если вы там, ну, если вы хотите там, ваша компания хочет тоже оплатить вам обучение, то мы можем там сделать коммерческое предложение, соответственно. Ну, как-то так. У нас есть курсы как по программированию, про всякое такое вот именно хардовое айтишки, то есть программирование, инфраструктура, там, тестирование. Есть еще что-то по части его такого аналитики, по части менеджмента, то есть управления там. Например, я вот сейчас хочу пойти на курс по TeamLidu, он там будет у нас в июне где-то, в конце июня ближайший. Вот. Там Data Science популярный сейчас, Machine Learning. Game Dev. Я как-то думал записать свою сапогу на Game Designer, но что-то пока там не срослось у нее с мотивацией и желанием в этом дело и влезть. И информационная безопасность, тоже немаловажная штука, о чем я регулярно говорю на своих вебинарах, ну, на курсе. У нас достаточно много уже курсов, преподавателей еще больше. Компании 7 лет. Уже прошло обучение больше, там, 35 тысяч, уже больше 38 тысяч выпускников. И очень много людей там в сообществе вообще на нашем читают материалы, учатся и общаются на площадках. То есть как вот здесь на YouTube, на вебинарах, так вот и на хайбре, что-то пишут, комментарии или просматривают. Потому что у нас есть блок, ну, у нас есть блок на хайбре, у нас есть YouTube, у нас есть, там, еще что-то пишем на этот, на Дзен или на ТТЖ, я не помню, на ДТФ, кажется. И так далее. Ладно, перейдем к теме. Мониторинг с примитрусом. Мы хотим вообще, то есть кейна с цели. Во-первых, настроить мониторинг кубера, в частности, и сервис в футболе кластера. Во-вторых, понимать, что мониторить и аяктиз, а что не совсем важно. И мы еще попробуем снимать метрики с трафик NGS и делать HTTP-проверки сайта. Вот. Попробуем снимать промитрус и блокбокс. Вообще, сначала, ну, сначала такое лирическое отступление. Промитрус оперируют такими достаточно интересными алгебрическими понятиями, типа вот средние значения, то есть мины, эверейдж, медиана, повторяемость, сезоннелити, стандартные отклонения, прицентилье, квартилье, это, там, производные, чаще всего вам надо придется сталкиваться с такими. Так, у него есть понятие такое, как вот вектор-квери, то есть векторные запросы. Так, если вы спрашиваете, вот, Дмитрий пишет в чате, где площадь кибер-платформы есть задача прикрутить мониторинг докер-контейнером, например, у вас в запад-дипстэк. А, интересно. Ну да, докер-контейнером, кстати, в мониторинг тоже хорошо вяжется с Промитрусом. Вот всякие такие вот бизнес-методы, если что, то есть вот именно там инцидент менеджмент и так далее, это уже лучше сделать через, наверное, LASIC-серч или какие-то аналитические базы данных, типа того же Клейхауза. Ну, и так, если залезать в вашу тему. Еще другой Дмитрий пишет, Дмитрий Дововс, интересно послушать. Ага, это наши люди. Здравствуйте. Давид спрашивает, а без Кубани лучше ли использовать Zabex? Ой, Zabex, простите, пожалуйста. Но у меня личная какая-то такая травма с Zabex, когда вот я просто открываю его интерфейс, у меня глаза на лоб лезут. Потому что это просто очень старая такая система в этом каком-то смысле. Ну, интерфейс, вот все эти решения, мне несколько двор создал. То есть я, когда был с CIS-админом, я спокойно переваривал и Zing, ну, и Zing. Спокойно я там работал с Zabex, а сейчас вот после работы вот уже многолетний с графаной, я смотреть на Zabex не могу. Просто не могу. Вот. Ладно, возвращаемся к теме. Вот все эти параметры, то есть такие понятия, кроме там, наверное, производной, которая еще знакома нам с тем школе, там, ну, и средних значений, это и медиан. А это все, конечно, достаточно интересно, но и настолько интересно, что, к сожалению, рассказывать это достаточно трудно и мне, ну, и вообще в рамках этого вебинара. Потому что у нас не так много времени, я хочу вам больше рассказать про то, как интегрировать Prometheus в кубернете, в конце концов, а не рассказывать о статистических всяких таких штуках, которые, конечно, полезны мониторингу, но, блин. Prometheus вообще. Я так понимаю, многие из вас не совсем знакомы, ну, есть из вас люди, которые не совсем знакомы с Prometheus, но у вас, наверное, есть равно какое-то представление о нем. Вот что это такое для вас? Расскажите. Что вообще вот из себя, что вообще даже вот не в деталях, да, а вот в целом что такое? Вот система сбора метр, пишет Дмитрий. Так, да, у него есть такой функционал. Система мониторинга для Кубернетис. Ну, кстати, вот что интересно, что они изначально, вот, вообще Prometheus появился в этой компании SoundCloud, они для себя его сделали. Изначально на него делали, вроде даже не совсем для Кубернетиса, но просто он очень хорошо вписался в систему Кубернетиса, потом когда, как казалось. Вот. База данных переменных рядов, пишет еще Дмитрий. Да, верно. BD ключ значения. Тоже верно, кстати говоря. Это прям такое достаточно точное определение. Ну, и я вот скажу свои понятия, свои вот ответы. Во-первых, это система мониторинга на основе метрик. То есть, ну, что там вот есть и обработка правил, там каких-то отправка алертов в систему алертинга. Такие другие штуки там интересные. То есть, это полноценный, ну, не скажешь, что прям полноценная система мониторинга, потому что не хватает визуализации дэшбордов. Дэшборды делают графана. Я бы сказал, что про Метрус это не сколько даже система мониторинга, сколько именно база данных с возможностью сбора метрик дополнительно. То есть, может, сама опрашивая эти внешние источники. То есть, это база данных, как уже сказали, ключ значения. То есть, специализируются под числовые данные. Ну, именно данные, а не название, а не ключи данных. По внутреннему таймеру, то есть, как-то периодически снимают показатели у экспортеров, ну, и внешних таких вот источников данных. Например, у нас вот есть Nginx, который, может быть, отдает какие-то вот метрики, допустим. Ну, или вообще какой-то там веб-сервер или там приложение на Nogon, на Python или на Java. И он там отдает какие-то данные, ну, то есть, отдает какие-то статистические метрики. И вот, например, эти статистические метрики может снимать и хранить у себя. Также, ну, и, как я сказал, по системе обработки правил для алертов. У него это есть такой функционал. У него, поскольку это база данных, у него должен быть язык запросов к данным. Язык запросов – это достаточно, ну, такой необычный, специфичный, я бы дальше сказал. Он позволяет запрашивать данные по разным выражениям. То есть, к примеру, там можно взять какую-то приминутную производную от CPU. То есть, rate и в скобках там, ну, как функции вызываете, в высшем языке программирования или метр. Здесь то же самое, только там дальше указывается название метрики и в квадратных скобках вектор, ну, то есть, какой-то промежуток за одну минуту, например. Дальше можно запрашивать, что имена метр по ключам. То есть, мы, например, можем запросить в фигурных скобках, уже запрашиваем. То есть, не в квадратных, а в фигурных, это важно. Запрашиваем уже, то есть, ключи, и потом равно истоковое значение. Это называются лейблы, ну, метки или ключи. Язык со своими приколами. То есть, можно легко нарваться на какую-нибудь ошибку, что вы запрашиваете, например, вы работаете с векторным запросом, а функция принимает раньше запрос. Там вам нужно будет с этим всем это как-то изворачиваться. Есть еще такой нюанс, что параметры сможет потреблять много памяти при большом количестве ключей. Это, так называемый, комбинаторный взрыв или high-cardinality на английском. Это, то есть, когда очень много вот этих инстанс, там равно app1.prod. Представьте, что у вас там инстанс, то есть, серверов таких вот app1.prod, app2.prod. Их у вас там больше миллиона. И вот это уже будет такой небольшой, такой мини-комбинаторный взрыв. То есть, большое число вот таких вот меток, названий метрик. Также есть еще в ланейной редакции Промитус такая особенность, связанная с масштабируемостью. Что вот то, что решено у Танос, у Кортекс, у Графана Мимир, кажется, или у Викторий Метрикс, это то, что самый обычный Промитус, он плохо умеет масштабироваться. Он обычно масштабируется только вверх, там, горизонтально ему трудно. То есть, там, блокировки распределенные, какой-то, вот, хранение данных, шардирование. Это еще только у них развивается. Дмитрий пишет, то есть, в базовой конфигурации нет кластера и отказоустойчивости для Промитус. Пожалуй, да, нету такого. Можно настроить high availability, но тогда вам нужно будет настраивать, то есть, high availability, то есть, высокую доступность, настроить еще можно. А вот какой-то постоянный, вот, ну, то есть, остановление, случай аварии, я имею в виду. То есть, какой-то бэкап и так далее. Это все можно сделать. Другое дело, что это именно как система мониторинга, которая, вот, не, ну, вообще, вы должны ли давать систему мониторинга гарантии, что вот она будет доступна 24 на 7? Да, можно представить два Промитриуса. Так можно вполне. У нас сейчас есть проблема, пишет Давид, что после апгрейда Промитуса способы запросов изменились, причем жестко. Хм, там вы обновляете на мажорной версии или как-то произошло у вас? Там язык запросов не меняется уже вроде как у них достаточно давно, у них там все стабилизировано. Или что вы имеете в виду? А, очень старая была версия, я понял. Так, окей, едем дальше. Есть ли у вас вообще вопросы по причастию Промитриуса? Угу. Окей, и судя по тишине, я так понимаю, вопросов нету. Тогда переходим к демо. У меня здесь есть уже карманный, сейчас я пошарю, так-так-так. У меня здесь есть, значит, небольшой плейбук на ансибле, и который останавливает... Пу-пу-пу-пу-пум. Натамитр с ямл. Компоуз. Значит, я... Я сейчас хочу кое-что удалить только. Соннести точнее. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Окей, ой, ансибл, плейбук, минстер. О-инстал. Так, кингтейль, get all, минсен, монетаринг. Так, отлично, все удалилось. И теперь я хочу установить CompleteStack BlackBox. И сразу же хочу сделать так. Ага, ага, IP4. Отчисляем по IP. И записываем кингтейль, и где-то конфигмап. А, стэк у меня там был тэк. Упс. В общем, давай, я расскажу по порядку. Пока вопросов в чате нет. В общем, у меня здесь есть страница в плейбук. Я потом все это выложу на свой гитхаб. Я ссылку дам в конце вебинара на вообще на свой гитхаб. А там уже, потом, где как-нибудь глянется, я там должен, я обязательно выложу. Я обязательно выживу. Я здесь беру там какие-то общие переменные. То есть, название namespace в кубернетисе, и название черта, то есть, по методу kubcommitstack, собственно. И версию. То есть, чтобы вот в случае чего вы могли, когда сами будете у себя тестировать, вы бы установили ту же версию, что у меня, вот сейчас, вот во время вебинара. И у нас бы не было никаких таких вот фокапов. Ну, не было синхрона в контенте. Итак. Я потом устанавливаю репозиторий по метрос-коммитти. Вот он здесь через... Ну, все это сделать через рамки было достаточно автоматизировано. Так, он все еще устанавливается, что ли? Да, он все еще устанавливается. Дальше, как раз, вот, если указан тег union install, то я удаляю чарты, то есть, sensible, в смысле удаляю оба чарты, и стека, и blackbox. Нет, еще дальше команду я устанавливаю, одну из них я устанавливаю blackbox exporter, и здесь я устанавливаю, прометаю стек через хелм. Хелм — это пакетный менеджер кубернатиса. Так, ну, что он там завис, что ли? Опа! Опа! Интересный контекст. Deadline exceeded. Еще раз. Дмитрий спрашивает, а как правильно ставить пром? В том же кубере, за которым наблюдают, или в стороне? Смотрите, я предлагаю вам... Ну, вообще, есть такой вопрос, хороший вопрос, на самом деле. Я хотел вам рассказать немножко, вот, ну, забегая вперед. У меня тут есть небольшой конфиг, как раз, для remote прометруса, когда вот, то есть... Дело в том, что у прометруса есть еще протокол remote write, и у чарта кубка прометрус стек, который мы сейчас устанавливаем. У него есть такой интересный режим, как режим агента, agent mode. Если его переключается в режим агента, то тогда прометрус в кластере кубернатиса, он будет собирать метрики, но он их не будет у себя хранить, он их будет пересылать дальше. То есть он всем по себе будет очень легковерсным таким решением. Просто будет собирать метрики по правилам, как-то обрабатываясь каким-то еще там алертой, может быть, или еще что-то там по мелочи. Но он не будет, как бы, их хранить у себя. Он не будет выступать в качестве базы данных для графана. Я вот как раз использую такое решение, ну, не совсем как прокси, он скорее как пересыльщик такой, форвардер. Как вот у нас есть, например, FluentBit или FluentD. Ну да, активный агент. То есть он опрашивает, и потом все собрано пересылает дальше вверх, вот так вот по иерархии. И я вот, например, на работе такой вот подход использую с агентским... Ну, вот когда вот есть прометрус агент внутри кластера кубернатиса, он собирает данные и пересылает уже на просто в итоге промо-виртуалке. Достаточно хорошее решение, на самом деле. Александр спрашивает, почему ставить ансиблум? Почему нельзя просто установить... А вот и котик пришел. Почему нельзя просто установить HelmChart, HelmUpgrade-I? Так тоже можно, просто я решил выпендриться, на самом деле. Ну и с другой стороны, просто чтобы вот здесь был более-менее автоматизированный процесс, чтобы было больше гарантий, на самом деле, потому что руками это все очень легко забыть. Когда вот все описано просто как код, то риск забыть меньше, потому что все описано в виде кода. Так же вот и Helm. Мы же не патчем все эти там спеки и так далее руками. Мы это все как-то делаем грамотно. Мы все делаем через Helm. То есть мы описываем все эти данные в Helm, и потом уже ставим из конфига. То же самое с ансибл. Ансибл это такой вот набор конфигов, понимаете. А, в Ilus, Ilus, HelmChart тоже все описано как код. Ну да, получается, я вот как... Ну, я лично не вижу тут проблемы в том, что вот один инструмент, который описывает все как код, катит другой инструмент, который описывает все как код. Если честно. Я здесь не вижу никакой проблемы. Ладно. В общем, тут я вот здесь сбегать вперед. А вот есть такой кусочек конфиг у меня, где установится там графа на самом деле даже не нужна. В таком случае false. Примитус просто ставится в агентном режиме, когда вот он пересылает метрики в другой. Вот здесь у меня есть remote write, basic house, бла-бла-бла, и url. Там может быть, например, этот... HomeCoin, Prometheus, Jfn, Team. Или Jfn, точнее. Вот. Чем-нибудь такое. Понятна суть. Но я сейчас пока буду разворачивать самобазовый стэк, и он у меня уже должен завестись. Так, localhost. У меня пока здесь не проброшен порт. Крепк.tl. Я сейчас проборшу порт forward сделаю. Хочу убедиться, что сам Prometheus работает. Localhost. И так, что тут у нас? Статус откроем. Я хочу просто убедиться, что все открывается, что все ему доступно. Ага. Ну, так, спортер доступен. Scheduler. Так, black box тоже. Aus. Landing. Aus. Aus. Ага. То есть все, что верится достаточно, никаких ошибок нет, я так понимаю. 52. Ага, ага, ага. Так, окей. Значит, с этим все нормально. Крепк.tl. Ой, нет, у меня здесь будет ашиться. Или где-то у меня тут. Localhost 8080. Админ. Так выглядит графана, забегая вперед. Давайте, кстати, я расскажу про графан. Вот я хотел рассказать про values, собственно. Да. Вот такой у меня вот есть, например, самый минимальный стек для Prometheus. Можно даже этот кусочек убрать, на самом деле. Да. И вот как-то так. То есть я просто устанавливаю ограничения по памяти и говорю, там небольшое ставлю ограничение для монтирования файловой системы. Для того, чтобы не было, мне там была ошибка небольшая, когда я ставил нод экспортер. Потому что у меня здесь подсистема Windows для Linux. То есть я сейчас из Windows запускаю Linux, эти легковесные виртуалки. И у них там есть такая проблемка с root of S-mount enabled. Я бы хотелось бы выставить false. В основном просто отговорить с ограничением по памяти и все. Дальше вот я сейчас расскажу в Кубернетис. Так, что там у нас еще комментарии? Можно Тераформ? Да можно Тераформ? Блин, у меня технический директор хочет, чтобы я катал инфу Тераформу. А я против. Я не хочу катать инфу. Ну, в смысле Тераформ я качу, там облака у нас, там какие-то еще штуки. Но катать ресурсы Кубернетиса через Тераформа, это как-то странно. Потому что Тераформ, он одно состояние говорит о Кубернетисе. Он говорит еще, он поддерживает сейчас в себя собственное состояние. Он может сам изменять ресурсы. И это как-то, ну, блин. Мне это не укладывается в голове, как это можно делать. И надо ли вообще это делать. У меня вот хватает Ansible для настройки инфре, если честно. Ну, для настройки вот такой application инфре. У меня вот Кубер качу, там, например, через, не через какой-нибудь там флантовский дэкхаус. А я качу его просто через Ansible, и все работает. Достаточно хорошо, достаточно уверенно. И главное, что если придет какой-нибудь еще другой инженер, там, двопс, я возьму себе в команду. То мне не надо будет самообъяснять, что вот это вот у нас какой-нибудь стоит дэкхаус. Он как-то там работает. Или вот тут у нас стоит Тераформ, мы как-то им катим инфу в Кубернетисе. Зачем, непонятно. Ну, катим и катим. Вроде прикольно. Чистоит правую руку левой рукой. Ну, да, как-то так. Если с Ansible, то вот можно сказать, что вот, слушай, привет, у нас вот такая-то инфра, вот мы катаем Ansible. Можно катать даже руками, в принципе, просто не забудьте запустить этот этот плейбук, чтобы скомпилировались в Альюсе. И все. У меня вот такой, я за такой подход. Итак, что я еще хотел сказать. Кубка, TL. Вообще-то, все у вас собралось с таким стеком. Я вот хочу показать схем. По-по-по-по-по-пум. Репро. Show values. Вместе с комьюнити. Вообще у Кубернетис стека, вот этого хемчерта, у него достаточно очень, ну, мягко говоря, много различных параметров. Вот я их сейчас пролистываю, 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 да. И им конца нет. Вот, 4700 строк. Я даже вот скажу точнее. 4708, да, все верно. Вот. То есть, там достаточно много конфигураций. С другой стороны, вам ее на доступно для того, чтобы можно было поправить в случае необходимости. У меня в веб-продовом конфиге для Prometheus там строк, наверное, ну, 150 или 200. И то там содержатся всякие просто лейблы и метки для мониторинга, и все. В остальном, одна и та же конфигурация, работа часы. Достаточно дефолтная. Главное, не запиниваться на версии. Helm Template. Давайте еще посмотрим. Можно посмотреть еще, например, какие там регенерируются данные. Мониторинг. Стэк. Помисс Роскомни... Давайте лучше контрол с и контрол В сделаю, на самом деле. fValues, values... Ну вот. И он там выводит что вот из интересного? Less. Что-то он не хочет что-то выводить. Ладно, давайте так сделаем. Вот. Создаются сервис-аккаунты. Сервис-аккаунты. Давайте я даже открою весь кодер. Че, это как я неродной. Ну да, то есть, создаются различные эсашки. Ну, сервис-аккаунты, я имею в виду. Я хотел вам посмотреть, какие вообще сердечки создаются. Так. Мониторинг-коррес. Вот. Здесь, например, создаётся Алерт-менеджер по дефолту в этом стеке. Он там настроен очень, так вот, я бы сказал, простенько. Но всё равно он там устанавливается. Причём, вот, Алерт-менеджер устанавливается уже в кластерном режиме. Поскольку он уже совместим, ну, ему уже надо, ну, нужен такой функционал для того, чтобы работать. Хайбл в этом режиме, ему нужна кластеризация. Он всегда находится в соседе через... Через сервис-дискавери кубернатиса. Ну, тейтинг-клэп-клэп-клэп, это неинтересно. Давайте даже вот так вот сделаем чуть-чуть другой шаблон. Прометриос-руллы создаётся. Так, конфиг-релоудерс. То есть тут создаётся вообще очень много различных дефолтных штук. Ну, вот, стак-генера, контейнер-сепи-юзер-секундах. Тут очень много чего создаётся стандартного. Я это обычно отключаю, иногда не отключаю, там, ну, педпроектно не отключаю. Но на работе я это всё, на самом деле, почти всё поотключал. Настраиваюсь самостоятельно, потому что так вот можно больше всё кастомизировать под себя. Это вкусовщина, на самом деле. Дело тут... Если вы сами будете делать, то дело ваше. Так, Давид спрашивает, смысл не запиниваться? Не запиниваться, смысл не закреплять версию. Вот у меня здесь... Deploy YAML. Я вот здесь, например, беру отдельную чарт-версию 8.17.0. Я не говорю просто latest. Типа, дай мне последнюю версию этого чарта, хельма. Ну, последнюю версию пакета. Я говорю ему конкретно. Вот это называется пиннинг. Ну, я вот это так понимаю. То есть, здесь создаётся достаточно много различных стандартных правил. На них можно поглядеть. Вот что я могу порекомендовать. То есть, как вот они сделаны, например. Вот какие здесь выражения используются. То есть, up without CPU, минус один, там, минус что-то ещё. Вот, это я рекомендую вам посмотреть. На то, как у них делаются уже другие правила. Генерица. Вот, а, вот уже здесь создаётся сервис-мониторы. А, сервис-мониторы, в свою очередь, это правила скейпинга данных. Причём вот здесь, кстати говоря, вот этот, как обкомбинационный графан. Вот, это вот, то есть, селектор так называемый. Вот, селектор именно с сервиса, а не конкретного пода. То есть, сначала вот этот сервис-монитор, он говорит о том, что вот у нас есть какой-то сервис, с которым привязаны поды. И вот этот сервис и надо мониторить. Есть ещё такая штука в кубернетис, ну, в Prometheus, как под-монитор, ещё в свою очередь. Он мониторит конкретные поды по их метрикам подов. Вот, как сервис-монитор, ну, как сервис, это подключается к подам кубернетиса, к контейнерам, можно сказать. Так, и сервис-монитор, только он конкретится к подам через сервис. Вот, и, соответственно, селектор здесь надо указывать лейблы сервиса. Их здесь как раз перечисляют, что вот их, типа, веб, скайп-тайм-мод, хонор-лейблс. То есть, это стандартный, насколько мы применим, я даже не буду на них особо останавливаться там. Если интересно, вам здесь важно... Так, сейчас, прошу прощения. Не понял даже, кто мне позвонил. И namespace-селектор. Вот это важно ещё тоже. То есть, это селектор, по которому, ну, фильтр для namespace. А здесь селектор, это фильтр по меткам, ну, по ключам ресурсов-сервис кубернетиса. Вот, что я хотел сказать. Так. Спирт-дерплайбл. Ага, ага. Так. Я хотел... Вот, ну, вот самое интересное. Типа, вот, кайнд-алерт-менеджер был. Вот он. Это конфиг, как раз, alert-менеджер. И второй, вот это был ещё кайнд-прометерус. Это, как раз, вот, конфиг для прометеруса, для оператора промет... Ну, конфиг, для которого говорит оператору, как создавать, типа, сам прометерус, из какой конфигурации. И здесь говорит, что вот, у нас такой-то вот есть алертинг, alert-менеджер, там, на таком-то namespace, есть такое-то название, порт, пути, опи-версия. Там, какой образ использовать, там, по умолчанию сейчас используется 252.0, последнее, кажется. Внешний урок, который надо указывать, например, в уведомлениях, там, почтовых и других. Это знак, приостановлен ли он, метка, то есть, сколько реплик, сколько шард, в ком формате логирования. Слушать ли localhost, включаются ли админские API, по умолчанию там это не включается. Ну, то есть, это даже не веб-дашбор, да, а именно админовские API, именно REST API. Время ретеншина. По умолчанию, то есть, Prometheus хранит метрики в течение, там, полутора недели, то есть, 10 дней. Это можно настраивать, можно хранить 2 недели, можно хранить около месяца, например. Но вам надо знать только, что Prometheus, он не настроен, не заточен под долгосрочные, прям, очень долгосрочные хранения метрики. Там, типа, год, там, или 2 года. Мне кажется, это не про Prometheus. Если вы хотите так вот хранить данные, вам скорее какое-нибудь решение, типа, TimescaleDB или ClickHouse, где у них есть более продвинутые технологии для этого, или в Victoria Metrics. То есть, я бы сказал, что в этом плане, вообще, в целом даже, я бы сказал, что Prometheus это, вот, в плане метрик. Это первый такой шаг в вашем, если вы будете изучать Prometheus, это будет такой первый шаг в вашем пути. На пути, вот, имею в виду, к такому построению храма метрик. Потому что, Prometheus, как я перечислил еще на слайдах, там у него есть свои болячки такие, связанные с числами, связанные еще с чем-то, уже не вспомню, чем именно сейчас. И так далее. И так, ну, с этим вроде бы разобрались, даже графа на открывается, промооперейтер, зашло ли? Еще что я могу сказать, что в дефолтном промооперейтере, он устанавливается, он устанавливается без персистентного хранилища. То есть, если, например, сейчас запущу под графаны, у него будут пустые данные. Это надо учитывать и настраивать Storage Class, указывать. Ну, и настраивать сервисы персистентного хранилища данных. Если вы хотите использовать графа, ну, если хотите использовать тот же Prometheus и так далее, внутри кубера. Если вы используете в дне кубера, например, в докер-контейнере, обычно на виртуалке, то все будет нормально, я думаю, с этим. Так, Connections Administration, я хочу кое-что посмотреть. Давайте просто запросим, например, что-нибудь такое. Rank query. Сколько надо засовывать на оперативной памяти? 3 гигабайта, что ли, имеется в виду. Интересно. 3 миллиона байт. Да, то есть 3... А, это биллион. Да, 3,25 миллиарда. Это миллиардов байтов, соответственно, 3... Ну, это 3 гигабайта на виртуалке доступны еще. Ясно. Ну, вообще, можно, например, запросить самую простую метрику up. Она, говорю, сообщает о том, какие вообще у нас метрики доступны. Ну, вот, то есть, какая у нас вообще опрос метрик работает. И вот здесь сейчас, говорит, up1 на все вот эти лейблы. Я вот сейчас даже здесь сделаю. Custom Instance. Странс. Container. Я не знаю. Инстанс. Ну, вот. И вот говорится, что вот на все такие вот хосты, перечисленные в них, проверка проходит успешно. И, надеюсь, если бы он проходил неуспешно, то это было бы ноль. То есть, что, вот метрики не могут забраться вот по такой-то вот, с таком-то ресурсе метрики не забираются. Значит, был бы ноль. А сейчас единица по всем ресурсам, вот под этим, под этим, под этим и так далее. Значит, все ок. Евгений спрашивает, что можно подробнее рассказать про Persistent Storage? Ну, если вкратце, я боюсь, если подробно не смогу, это просто вкратце тогда. Это возможность хранить, ну, хранить такие статичные данные внутри кубернета. То есть, например, чтобы между перезапусками вашего сервиса данные оставались нетронутыми. Ну, его данные. То есть, например, какие-нибудь там базы данных. Вот, например, если вы используете базу данных внутри кластера, ну, например, кубернете если используете какой-нибудь Postgres, то очень рекомендуется использовать Persistent Storage. Хотя бы самый примитивный. Короче, это говоря, это как в Volume и в Docker, если вы работали с ними. Вот это тоже самое, только вот как и сбывается в Team Kubernetes, это более продвинутые, и, соответственно, более мудреные, чем в Volume и в Docker. Потому что там селекторы всякие еще подключаются и так далее. Классы и прочее. Так. Вот мы запросили метрики, что вот нас везде отвечает с единичкой. Значит, все ок. Можно ли попробовать отправить почту? Просто хочу проверить салертинг заранее, чтобы потом не возиться с ним. Кипктейл. Эдит. Конфигмап. Комплит. Профана. Кипктейл. Кипктейл. Так, я еще хочу заинтересоваться на эпичник свой. Может, у меня здесь работает контейнер с отладочным... 1025, кажется, там порт. У меня здесь работает контейнер с отладочным и с МТП серым, чтобы просто проверить доставку почты. Тайная блатчу. И если я сейчас скрипктейл rollout restart, то будет графана restart. Угу. Угу. Амин. Я бы еще просправить одну штуку. Контактпоинтс. Эмейл. Ага, письма пришли. Парень теста лерт Графана. Графан не работает. И так. Возвращаемся к презентации. Если у вас, кстати, говорят вопросы. Про precision storage Евгений сразу говорю. Я вам сейчас объясню, что это как volume в докере. но в целом более подробно мы объясним как раз на нашем курсе. Все не перечислить здесь вот за полтора часа. Вопросов нет, пишет Давид. Александр поставил минус. окей. Окей. Я так понимаю, можно ехать дальше. Тогда работать с электромикрофаной. Вообще графан это если вкратце это open source инструмент для мониторинга и визуализации данных. Этот инструмент он полиглот, то есть он поддерживает и базы данных различные, то есть помиду, системы мониторинга, classic search как и базу данных как и системы мониторинга Postgres и всякое такое. Единственное, не надо его путать с BI-системой. То есть это не бизнес-аналитика, это именно система мониторинга. При этом у себя вот сам база графана это не база данных как про Митрис, но у себя графана метод не хранит и она просто опрашивает вот эти базы различные из хранилища и визуализирует их. Ну и по своему опыту скажу, что она вот очень любимая, обожаемая многими инженерами, которые ее знают. Вообще графана лапс, они няшки. Графана спрашивает, она сама мониторит графана? Нет, она только опрашивает источники, но если понимать свой мониторинг алертинг, то да, графана может опрашивать про метод, его запрашивая там, дай мне метод по такому-то хосту. Если эта метод меньше там нуля, например, там у нас CPU или хост недоступен например, вообще, от него нету данных, никаких не поступает, то графана делает алерт. Да. Вот это мы сейчас будем кстати тестить. blackbox экспорт в свою очередь это система для опрашивания закрытых систем других инструментов, то есть таких вот черных ящиков, о содержании которых ничего не известно. Там доступен например для них только HTTP или песок, то есть мы не можем залезть изнутри и сказать, что у нас такое потребление памяти, а тут у нас только таких потоков используется. То есть все, что нам доступна это только HTTP ручка. И в таких случаях мы можем использовать в blackbox экспортах. Давайте продемонстрирую. У меня вот здесь же есть blackbox он уже задеплой на меня там. Вот здесь как раз находится конфиг. Я ему говорю, что у нас есть модуль так называемый. Что у нас модуль скорее как шаблон. Что мы опрашиваем по HTTP в оборке HTTP с тайм аунта в 5 секунд. Мы ожидаем получить 1.1 или 2.0 версию HTTP. Предпочитаем подключаться по IPv4 и следуем редиректом. И еще мы проверяем на HTTP 404. Также на всякий случай но мы проверяем так чтобы то же самое пример но только мы ожидаем получить 44-й код но чтобы он был не от Nginx то есть вот говорим условия fail if body matches regex то есть если цело ответа соответственно какому-то шаблону там если отвечает центр Nginx бла-бла-бла то это ошибка будет у нас не успешная проверка и дальше здесь всякие еще штуки конфиг 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 и говорится сервис монитар и говорится лейбл специальный релиз комплит чтобы аналоги с чатом мне надо его переконфиг конфиг и александр пишет если мне надо замониторить свой кастом микросерос кубе мне надо написать свой сервис монитар да надо вам придется написать сервис монитар или как минимум под монитар то есть вот я могу вам показать как здесь вот kubktl get сервис монитар монетар и вот здесь например есть сервис монитар для графана потому что графана она сам представляет метрики минус ямл вот то есть на самом деле сервис монитар они несложно пишутся то есть уговорится вам только фильтры и вот эта часть спец электра это просто фильтры а дальше говорится что название джаб complete и всякие параметры опрашивания на кой URL например кой порт по какой схеме HTTP или HTTPS может быть у вас вообще gRPC и учитываясь ли подчиняться метрикам исходящим точнее входящим вот и так что еще здесь он self монитар настроен монитор самого себя и таргет я здесь качество демонстрации решил помониторить вообще наш лендинг gfn это не реклама просто вот я решил взять из головы то есть у нас есть сайт на работе и его можно помониторить просто живой пример понимаете ничуть не реклама да мы мониторим лендинг хотим оаус и еще хотим проверить что просто авторизош что она отвечает не пятисотка не пятьсот третий а просто четыреста четвертый спринговый допустим и вот у нас это уже установлено на самом деле просто вот надо установить дашборд у меня уже скачен джессончик я его разумно сохранил уже то есть вот здесь кстати говоря когда устанавливается кипрометру стэк здесь создается уже достаточно много всяких шаблонов но вопрос в том вот нужны ли вам все эти дашпорды вот можно посмотреть кабернетис нетворкинг под да я вот могу узнать например где мониторинг и могу посмотреть комплект графана я могу узнать сколько такое потребление трафика пакеты сколько там было удалено то есть эксклюбернс интворкинг можно узнать там параметры опис сервера какой там доступности р-буджет р-буджет хорошая новость в том что у вас все это доступно из коробки если устанавливаете кипрометрус у вас все эти дашборды доступны вы можете посмотреть там по по кластеру например и так далее плохая новость в том что вам нужно еще раз добраться что из этого вам действительно ценно что вам из этого нужно ставить алерты вот эта разница вам же не нужно ставить алерты на все подряд потому что если вы будете ставить алерты на все подряд вы утонете в алертах причем мало того что их будет много они еще будут бесполезны совершенно и поэтому я хочу вам продемонстрировать как настроить именно один и самый нужный алерт Алерт просто на доступность сайта. Если сайт отвечает 500, вы знаете, что у вас все проблемы, нужно чинить аварию. А если у нас, например, какое-то повышенное потребление трафика на одном из подов, то это вот не нужно ставить. Алерт, я считаю. Или если у нас там какое-то вот странное потребление на etcd. Оно здесь, кстати, вообще не мониторится почему-то. etcd не захватывается. И вот здесь вот на количество операций, да, вот на... на кублете, на демоне губернетиса. Его нам не нужно знать. Типа, можно знать, но нам не нужно ставить на него алерт. Я вот об этом. Ладно. Давайте я вам покажу, вот как я просто импортирую сейчас дашборд уже. Ой, нет там. Dashboards. New. Import. У меня тут уже есть готовый JSON, я его вставляю. Load. И public endpoints. Import. И вот у меня уже доступно. То есть, во-первых, я что мониторить предлагаю в плане доступности сервиса. То есть доступность вообще отвечает ли он специально, есть метрик, вот называть PropSuccess. И вот если у вас там сервис отвечает успешно, вообще на проверку, там, не 500 и так далее, то у вас PropSuccess будет единичка. И у меня вот здесь как раз вот настроено, где-то вот тут я шел. Вот, да. Value 1. Я могу настроить там, например, наоборот, на оранжевый и обратно другой на красный и так далее. Вот, например, вот так вот. И если здесь будет ноль, но где-нибудь на одной из проверок, то вот будет уже красненький такой квадратик. Я могу даже, например, сделать большой промежуток вот на 30 минут. Вот. И здесь еще говорится, например, вот у меня есть алерт на истечение срока действия сертификата. То есть, когда он истекает, и я там умножаю на определенную величину и отображаю как часы, то есть я отображаю в часах. А потом Grafana сама делает удобные форматы, типа вот три недели осталось. Да, истечение срока действия сертификата на Grafana. Ну, также я еще здесь настроил threshold, то есть пороговое значение для цвета. Это не алерт, это просто для визуализации. И response time, время ответа. Тоже приятная величина. Ну, давайте попробуем достроить алерт только для availability. И у нас вот здесь, значит, more new alert rule. Save даже больше. Вот, availability. И здесь вот мы переходим к конструктору. Алертов. Вот, я говорю пробсаксесс. Здесь нам ничего не надо настраивать. Хотя давайте для примера настроим только вот... Пу-пу-пу-пу-пум. Target landing. Вот так, к примеру. Мы хотим проверять только landos. И если у нас вот, по-пу-пум, у нас там был пробсаксесс 1. А если у нас... Ну, здесь у нас по умолчанию настраивается вот так. А мы поменяем вот так. То есть, если... Сейчас, давайте порядка. Вот мы запрашиваем пробсаксесс. Мы можем даже проверить этот запрос, что вот у нас сейчас такой-то вот график будет единичкой на GFNIM. И дальше мы говорим... Expression Reduce. То есть, мы достаем только последнее значение. То есть, из всего эта графика, из этого порядка значений, мы берем только последнее в строгом порядке. В строгий порядок, ну, не буду сновливаться, что это такое. И говорим порог. Пороговое значение как раз вот магия алерта. Вот это самое важное. То есть, вот для каких случаях надо алертить. И мы вот здесь говорим, что вот если вот B. B это значит результат от Reduce. Если у нас результат меньше одного из below one, то есть меньше единицы, то вот тогда это у нас будет условие для алерта. И вот сейчас нажимаю на превью. И ничего не происходит. Интересно, почему так. Так, Saturation Behaviour, и здесь говорится, как часто надо устраивать этот самый алерт. Там вообще все нормально с графаной. Да, все нормально, интересно. Мне интересно стало, спросите, я вот сейчас нажму. А, превью, значит, а, там вот говорится one series, one normal. Вот оно что. Вот здесь, sorry. Вот я не заметил. Вот, одно число данных, и все нормально. Ничего, никаких алертов не будет. И дальше мне надо здесь садить папку. Допустим, назовем это папку. Это папка для алертов, ну, то есть для правил обработки алертов. И говорим, что вот здесь each minute. Один минут. И то есть мы говорим, что вот каждый раз, ну, то есть каждую минуту нужно выполнять вот всю эту портянку из запросов и фильтров. И если здесь у нас там, допустим, по умолчанию, если тут около пяти минут был недоступен этот сервис, тогда вот только тогда уже будет отправлен алерт. Мы хотим, например, может быть, пораньше реагировать, например, в течение, ну, допустим, сорокопяти секунд. Вот так, что если у нас сейчас вот это пойдет, то мы через 45 секунд уже сразу узнаем. Так, здесь это нам не надо, пока что лейблы и нотификационные. Вот, и аннотации, ну, это нам не надо. Save rule and exit. А, один минут. Одна минута, ладно. Так еще быть. И вот у нас даже есть сердечко появилось. Ок, типа, значит. И если я, например, могу поменять какое-то из этих правил, я могу перейти сейчас в вкладку алертинга, значит. И тут manage alert rules. Default each minute. Normal availability. Так, и здесь я хочу сказать, так, да. Is below 0. Давайте, допустим, так вот. Скажем, что если меньше 2 минут. Чем меньше 2, тогда вот, ну, будет у нас файринг. Ну, и давайте пробуем сохранить. Save rule and exit. Вот, и будет уже сообщаться, что 4, файринг. И она сейчас будет, да пока что, ожидаться, ожидаться, ожидаться. Тут всякие параметры можно глянуть еще. Можно, например, поставить silence. То есть это the silence. То есть, ну, как сказать, заглушить этот вот алерт. Что вот, ну, и сейчас проводятся какие-то технические работы. Пожалуйста, ничего не уведомлять, никого. Так. Ну, вот, но сейчас pending пока что этот алерт. И через, спустя какое-то время он будет уже отправлен. На почту дефолтную. Так. И сейчас оно у нас будет 11 секунд осталось. Должен прийти уведомлять, что на почту. На вот mail.dev, так называемый. Вот тут пока вот эти старые. О, вот, пришло. Смотрите-ка. Вот, B равно 1, C равно 1. Ну, тут это просто потому, что я не настроил нормальное отображение этих ошибок. Ну, вот, ну, здесь говорится тоже, то есть, alert availability, container blackbox, gafan default, instance gfnm, ну, и так далее. Короче, вот базового мы смогли настроить alert. Поздравляю вас. Поздравляю себя. Есть у вас вопросы? ты наверное вопросов нет потому что я не вижу ничего короче к системе кубернесис если вкратце она очень хорошо мониторится с помощью permitus от ингресс контроллеров типа nginx или трафика я кстати обещал по мне показать как мониторить трафик но к сожалению нет сейчас до этого просто времени уже не остается монитор все побольше а легко при этом ставьте только на самое необходимое то есть вот на допустим мы мониторим cpu память диски там сеть load average но а лекции ставим только на load average и только на http проверки допустим ну к примеру и black box exporter это вот такое хорошее начало для вашего стек мониторинг это вот такая отправная точка и сам пометирус но там уже вы сами будете решать куда двигаться дальше исходя из ваших запросов к инфраструктуре то есть может вам лучше подойдет что-то самописанное на основе кликхауза может он подойдет что-то промышленное на основе виктории метрикс или что-то еще может вам хватит ванильный пометирус кто знает так прошу вас еще заполнить опрос о занятии там вот в чате есть еще ссылка на опрос за прикрепленное сообщение буду благодарен и как я просто хотел бы откроете просто ставьте вкладку рядом и давайте быстренько познакомлю вас командой программы курса у нас обучение происходит по понедельникам и четвергам как я знаю все записи сохраняются в личном кабинете может будет посмотреть их даже по спустя месяц например если вы там выгорели на работе вы долго долго отдыхали не могли посещать вебинары то потом хотя бы сможете осмотреть просто записи и там если что задать вопрос в чате телеграмм нас тем не менее есть еще домашка для практики дополнительной мы активно ее дорабатываем сейчас можно задавать преподавателю вопрос по материалам там или ментору то есть в чате платформа можно и в чате телеграмма там ну в общем чате я имею ввиду в личку стучаться прошу не надо у нас там домашнюю работу в 4 8 часов и временное обучение в четырех академических часов то есть четырех академических часов это у нас 3 часа получается обычных человеческих и у нас вот каждый раз заправданная программа обучения то есть мы там дорабатываем презентации уточняем материалы актуализируем версии и так далее познакомимся с курсом собственно так практики инструмента да это мы это мы это мы у нас нас видосик появился прикольненько как а по пупом у нас там проще давайте покажу сразу программа от учел утра с ландосом да у нас там авторская программа подготовлена это партнером экспресс 42 но мы сейчас уже по активно переделываем уже больше под себя это хорошая новость потому что там ну экспресс 42 там много чего старенького уже также у нас там предоставлять инфраструктуру от яндекс клауда преподаватели все они сами работа там различных компаниях вот так я гфнм кто у нас там работает в авито или еще там кто-то работает в вообще сетёшник и за многое шарик так сказать у нас да как я его рассказывал кстати блин на самом верху написано было до 30 мая старт от ближайшего потока длится 5 месяцев и длится а занимается два занятия вторник четверг по двадцать ноль ноль сегодня у нас среда да кажется да у нас сегодня среда да все верно мои чуваки по программе у нас там ну вводные заводные занятия по девопсу там рассказываем про индекс клауд вообще про облачную инфраструктуру как по гид и гитлаб дальше мы рассказываем про ся и сиди и докер и гитлаб имеется ввиду дальше у нас начинается кубернетис мы рассказываем про ингресс его то же самое вот что вы спрашивали еще про где-то у нас здесь еще есть по мониторинку логирования а еще у нас там есть модуль по как раз введение кубернетис кажется у нас это или очень на самом точном помню есть какое-то занятие посвященное сторожам кубернетиса также есть интерес у нас есть отдельный курс по кубернетису вот просто для информации более детальный также у нас есть еще управление к инфраструктурой конфигурации это ansible terraform оба моих любимых инструмента мониторинг логирование это то что я преподаю у вас на преимущественно на курсе да у девопс и дальше проектная работа у нас есть там практическая такая масштабная штука как проектная работа да вот вы там пишите например пайплайн с нуля или пишите химчарт или вообще все это вместе и показывать что вы такие молодцы у нас не только вот просто молодцы для себя но то есть не только для нас в смысле что вот вы смогли пойти курс но еще вы можете это для себя родного то есть вот настигнуть повесить и потом хвастаться на речаар на собеседованиях что вот у меня вот делал такой проект на таком-то курсе он классный посмотрите вот перезашлите своим тимлидам есть преподаватель его у нас танислав шиков начальника дубовс инженер в кодере владимир раздетский да он нас попадает на очень разных курсах тимур у нас подает еще кубернессии по структуре код специализации дубовс еще рустам я с ним даже знаком кажется мы с ним еще общались несколько раз я его знаю илья дмитрий золотов из индекса он и я собственно джерфа на им 4 я уже 4 года вот блин это же было так давно оказывается прикольно и эрик эрик у нас он проверяет домашки у нас есть до коммерческие предложения как я рассказывал но и всякое остальное по мелочи так прошли не до программу курс я рассказал преподаватели тоже рассказал карьерная информация мы посмотрели когда ли спай ну вообще понятен на хэдхантере 2 инженеров там сколько вообще вакансий если смотреть по одному и трем год лет годам опыта то это две с половиной тысячи вакансий я кстати не знаю это по россии или только москве мне кажется только вообще по всей россии средний уровень зарплаты этого 350 там для сеньоров 250 для медлов и 4 140 для джуниров как я знаю для людоффа там начинается зарплата уже 400 тысяч вот такие-то вакансии это и кстати вот просить за оформление это я просто чтобы уместилась на экран нормально это вот например я посмотрел в одном телеграммном чате кипра для девопсов такие там есть вакансии и вот там такие то есть требования что вот 250 тысяч гос зарплаты то есть и помните до вычета налогов или после вычета налогов не помню уже я давно не искал новую работу поэтому уже не помню этот гос или нет что за что это что если что локация занятость бла-бла-бла и тут как раз используется так как ансибал кубернетис докер гитлаб даже есть сарга сиди за такие деньги не мудрый нож и приводит на сарга сиди эльм и nexus linux ел елка приметрус и графана локи внезапно интересно и так далее вот еще другая это вакансия есть уже даже рассказывается про компанию саму что вот дат steam международных групп компаний которые еще до вас инженер в группу бизнес интеллигенс и у них вот уже здесь требуются соответственные знания то есть кастомизейшн nginx compox traffic пометриус графаны викторий метрикс локи гайлок елка опыт работы с различным cn и типа калика и силиум cn это контейнер network интерфейс это подсистема сетевая сетевая подсистема кубернетис а он там заменяема ну и так далее итак мы разобрались где плейс прометрус и простите что так быстро просто и потому что у нас уже немного времени остается и так мы разобрались как и плейс прометрус как мониторить общая сайтики и как можно выстроить алертинг в графоне на курсе 2 спартики инструменты запускается 30 мая уже достаточно скоро то есть через неделю получается сейчас да получается чуть больше чем через неделю и пожалуйста заполните опросы это будет очень здорово я буду очень рад узнать это обратно связь по поводу стоимости давид это можно узнать чат с менеджерами потому что там зависит кажется но кажется ну кстати сейчас гляну давайте полная стоимость 128 тысяч но тем более да кажется даже дороже у нас стоит есть еще соответственно рассрочка если интересно так если еще вопросы я из будущего пять минут поэтому если что пишите пожалуйста давид ну окей я наверно тогда завершу вебинар поскольку никто не пишет вопросов а вот спасибо большое за вебинар был рад до свидания до свидания давид был рад вам что по вам понравилось и если что остальным студентов зрители простите прошу заполнить этот опросник будет очень здорово и если что увидимся на вебинаре уже на занятиях